Добрый день! Мы продолжаем разговор в рамках лекции по истории мусульманской Испании. И сейчас мы поговорим про историю Гранатского Эмирата. История Гранатского Эмирата оказывается накрепко связана с династией Назридов, которые правили Гранадой с 1238 по 1492 год. Это период существования независимой Гранаты, как вы видите. В определенные периоды своей истории правители Гранаты принимали титул султанов. И тогда это был Гранатский султанат. Но обычно говорят про Гранатский Эмират. При этом территория, постоянно, правда сказать, сокращавшаяся, включала в себя, как вы видите, современную провинцию Граната, плюс округ Малаги, Ронды и часть провинции Хаэн. Начало этой истории связано с именем одного из самых интересных арабских правителей 13 века. Из интересных, ярких, умных, достойных противников и даже достойных друзей. С именем Мухаммада Первого Красного. Ну, или если полностью, то Мухаммад ибн Юсуф, ибн Назр, ибн Аляхмар. Вот красный, да, Аляхмар. Или его еще называли Аль-Галиб Биллах. Победонос. Опять-таки, да, победоносный во славу Аллах. Аляхмар – это его родовое имя. Он из рода Бану Аляхмар. Вот, родился он в городе Архона, провинция Гранады. И, собственно, рос и взрослел там. В 1232 году, после ухода Аль-Махадов из Испании, он объявляет о независимости Архоны. И под шумок, пока, собственно говоря, царит легкая растерянность в войнах христиан. Те еще не понимают, что Аль-Махады ушли насовсем. Пока местные арабы соображают, что к чему. Мухаммад захватывает Хаэн, Паркуну, Гуадикс и еще ряд городов помельче. Хаэн он удержать не смог. Ему пришлось отдать его Фернанда Третьему. Зато в обмен на сдачу Хаэна, одной из мощнейших крепостей этого региона, Мухаммад получил власть в Гранаде. Фернанда Третий помог Мухаммаду занять трон Гранады. Это была хорошая сделка. В обмен втолюсь на вассальный договор с христианским монархом. После смерти Фернанда Третьего, когда к власти приходит Альфонсо Десятый Мудрый, Мухаммад Первый подтверждает свой вассальный договор. Но здесь надо понимать, что вассальный договор действует до тех пор, пока его нельзя нарушить. Особенно в случае договора Мавров с христианами. Или христиан с маврами. То есть до тех пор, пока не представляется возможность хорошо ударить в спину. За очень редкими исключениями, да, и Мухаммад Первый к этим исключениям не относился. Вот он, кстати, перед вами. В центре картинки видите всадник, сидящий в красном одеянии и с красным щитом в руке. Над которым вьется красное знамя. Вот это вот и есть Мухаммад Аль-Ахмах. Так вот, довольно долго Мухаммад исполняет свои обязательства. И гранатские отряды участвуют на стороне христиан в целом ряде походов. И на Херезда, на Фонтере, Аркасе, на Едино-Седонии, а даже и Ньебло. Но при первой же возможности, когда в 1263 году вспыхивает восстание мудехаров против Альфонса X. Мудехары, то есть так называли мусульманское население, живущее под властью христиан. Так вот, когда вспыхивает восстание мудехаров, Мухаммад I, ни минуты не сомневаясь, поддерживает его и еще приглашает помощь из забора берберов-маринидов. Но в этот раз высадку маринидов удалось блокировать в самом начале. И она, собственно, может считать, что и не состоялась толком. Вот восстание было подавлено за два года совместными усилиями Альфонса X и его тесть Ахайми I. Сын Мухаммада Красного, Мухаммад II по прозвищу Альфаких, то есть законодатель, законник, становится первым мусульманским правителем, ну и точно первым гранатским правителем, который активно участвует в конфликтах и вмешивается в взаимоотношения кастильской знатии. Собственно, во многом он провоцирует целый ряд кастильских магнатов на то, чтобы уйти со службы Альфонса X, принимает их к себе на службу. Так начинается знаменитое восстание магнатов 1272 года, то есть не начинается, а продолжается, развивается. Оно развивается переходом магнатов на службу Мухаммада II, на службу гранады. Дальше Мухаммад призывает берберов-мариамидов. И начинается вооружённый конфликт, когда гранды возвращаются к Альфонс X, раскаиваются, приносит свои извинения. Но это происходит не сразу. Альфонс X в этот момент вообще отсутствует в королевстве. Он, как мы ещё будем говорить, уезжает на встречу с папой в этот момент во Францию. Маринины вторгаются, по сути, в королевство, где отсутствует король. В 1975 году им благоприятствует удача. В двух битвах почти одновременно друг с другом гибнут. На месте Кандалусии Дон Нуньо де Лара и архиепископ Толедо Дон Санчо, сын короля Дона Хаймада. По дороге в Андалусию, собирая войска, внезапно умирает наследный инфант Фернандо, который оставлен Альфонс X в качестве короля. И, собственно, если бы не своевременное вмешательство второго, а теперь уже старшего старшим, сына Дона Санчо, будущего короля Санчо IV Храброго, то как бы там развивались события, ещё и бухвесть непонятно. Но в тот раз мариниды оказываются оттеснены обратно к проливу. Они будут возвращаться, вы видите, ещё четыре раза в XIII веке. Причём довольно часто. 77-й, 82-й, 85-й, 91-й. С ними будут воеватели Фонс X и Санчо IV. При этом бои будут идти за три города. Тарифы, Альхисирос, Гибралтар. Мавры будут стараться не отдать эти города, христиане будут стараться их отобрать. Тариф сумеет взять только Санчо IV. Альхисирос попробует взять Альфонсо X, но потерпит страшное поражение. И Альхисирос возьмёт в итоге только Альфонсо XI. Соответственно, за владение Гибралтаром будут идти почти постоянные войны до 1462 года. Город будет несколько раз переходить из рук в руки, как, собственно, ключ к проливу. Пока, наконец, в 1462-м он не попадёт однозначно уже в руки христиан. Параллельно правители династии Назридов отстраивают Гранаду. Гранада – город, чрезвычайно удобно расположенный стратегически. Например, с севера она подпирается горами Сьерра-Невады, поэтому напасть на Гранаду внезапно практически невозможно. Правители Назриды держат свою ставку в Гранаде, город отстраивается, там строится Большая мечеть, строится резиденция халифов, знаменитый дворец Альгамбры. И Гранада на долгие годы становится средоточием арабо-еврейской культуры на полуострове. Политический успех улыбнётся Назридам ещё только раз в правлении Юсуфа I, которое совпадает с правлением Альфонсо XI Кастильского. Это период апогея гранадского могущества. Юсуф захватывает Гебралта, Юсуф пытается расширить территорию Эмирата, приглашает опять-таки маринидов, те приходят и заканчивается дело страшным разгромом в 1940 году, в битве при Саладо, которая войдёт в историю даже как вторая битва привластного с Даталоса, гранады, войска гранады и мариниды будут разбиты Кастильским войском, разбиты наголову, и мариниды больше никогда не пересекут пролив. То есть, может, они когда-то и пересекут, но ни одной серьёзной высадки уже больше не будет. А с гранадой тоже ни одного серьёзного боя уже до 1490-х годов уже не будет. Одно из славных правлений, о котором можно рассказывать довольно долго, это Мухаммад V, правление которого совпадает с гражданской войной, с войной Трастамара в Кастилье, правитель, просваившийся рыцарской частностью и прямотой в отношениях. Ну, собственно, конец истории гранады, он перед вами, я позволю себе его сейчас подробно не рассказывать. Вы видите, что с конца 14-го века начинается период политической нестабильности после смерти Мухаммада V. Вот меняются 8 султанов подряд, и заканчиваются это всё двумя датами. Объединение страны, объединение Испании, когда Фернандо и Изабелла занимают престолы Кастильи и Арагона, лишает гранаду последней возможности манёвра, возможности поиграть на распрях одних христиан с другими. Помните, я говорил, да, что раньше христианские кроли играли на распрях мусульман, сейчас роли поменялись. Вот. Как только возможности манёвра были обрезаны, стало понятно, что капитуляция гранады, это, в общем, вопрос времени. В итоге, в августе 91-го года войско Фернандо и Изабелла осаждает гранаду, и уже в начале 92-го года город сдаётся Фернандо Католику. Последняя дата, пожалуй, что самая грустная, это традиционная дата завершения истории мусульман в Испании, 1502-й год, когда всем остающимся ещё маврамом Испании предписано одно из двух. Либо креститься, причём в очень жёсткие сроки, по-моему, две недели выделялось, не помню. Либо креститься, либо покинуть Испанию. И тогда Испанию покидает несколько сот тысяч мавров, которые уходят в Северную Африку. То есть, конечно, много было тех, кто принимает крещение, но большая часть уходила. Собственно, вопрос, который всегда задают те, кто не занимается специальной историей Испании и больше не изучает отдельную историю Гранатского Эмирата, а почему же так долго? Вот Великая Реконкиста – это 1227-й и 1266-й. После этого, говорим мы, у мавров осталась Гранада, ну и прилегающая область. Почему же так долго не могли отобрать её обратно? Почему? До 1492-го года. Ну, смотрите. Во-первых, Гранатский Эмират был неожиданно очень прочной структурой. Во-первых, характер населения. Там не было племенных поселений. То есть, Гранатский Эмират не рвала на части борьба вот этих самых бану друг с другом. Там в основном беженцы из разных районов Аль-Андалуса, не связанные племенными узами. А это значит, обладающая единственной верностью, единственным адресатом верности, то есть, Эмирам Гранады. Второй пункт и третий – это развитая богословская мысль и мудрая языковая политика Эмиров. насаждение, повсеместное насаждение арабского языка, его безраздельное господство. И параллельно с этим развитие богословской мысли, переписывание в нужном числе и Корана, и других текстов. То есть, это такая монолингвистическая, моноконфессиональная культура. При этом, именно что моноконфессиональная, уже христиане ушли практически все задолго до, а иудеев остаётся немного. Хотя когда-то, когда-то Гранаду звали вообще-то, по-арабски она называлась городом Иудеев. Вот, это было раньше, конечно. И, наконец, последнее – это консолидация власти. Когда-то это применение, принятие титула султана, но это строительство Альгамбра, знаменитой резиденции султанов, эмиров султанов. Это сакрализация власти эмира очень во многом. То есть, в этом плане Гранада оказывается неожиданно прочным образованием, прочностью своей, она, в общем, во многом обязана христианской политикой, то есть, всему, что христиане делают по отношению к арабам. Но, тем не менее, вот эта прочность её и спасает. У христиан примитивно долго не появляется достаточно ресурсов для того, чтобы провести успешную осаду Гранады. Но в 1492 году она таки всё-таки попадает в руки христианских королей. Дальше мы продолжим говорить об обществе и экономике Аль-Андалуса. А сейчас спасибо за внимание.